Оборачивается попаданием створ от флангового полузащитника. Нет, играть нужно и можно. Парников, ну а далее следует ошибка. И выход хороший из обороны в атаку. Выход 2 в 0 у гостей. И это, конечно же, нужно забивать. Но как затянул в этой ситуации 63-й номер Никита Сергеев. 2 в 0 и молодец здесь, конечно же. Шти выводят. Снова на втором этаже хороши подопечные Нагорного тире Пикащука. Сибирь одолела столичный Спартак 2. 1-0 нанесла москвичам первое поражение в сезоне. Ну и также в эти минуты проходит одновременно с нами встреча в Томске, где хозяева, то мячи обыгрывают Зенит 2 со счетом 1-0. Койна для подопечных Маслова. Лишонок здесь пытался сыграть в отборе. Неудачная попытка. Но мяч себе тюменцы должны отобрать. Реба Кобыленко, Нателенкова. Нианок ворота поразил. Снова Лаук. С Васевевым отыгрывается. Васев сам постарался по львому флангу пройти. Это у него получается. Но и снова, по-моему, мяч доходит до тюменца, до Реба Кобыленко. Но там уже на одном везении тяжело было. Но вот разводит руки в сторону игрок краснодарской двойки. Не видит он продолжения для атаки. Никто из его партнеров не открывается. Но и показывает. Это, по-моему, капитан команды. Да, действительно, Артем Голубев показывает, что открываетесь под передачу Лиренко. Передача на Лаука. Забегает за него кто-то из партнеров. Это все тот же Васиев. И, смотрите, снова Васиев обыгрывает. Вновь офсайту Вотинового. Раздоса в степени не благодаря, а вопреки событиям на поле. Снова Васиев зарабатывает аут. Но далековато от штрафной. Лаук. Вынужден только назад играть с Толеренко. В самой этой игре. Чуть более 40 секунд до финального свистка. Ну и снова Сафонов далеко выбивает мяч на чужую половину. А здесь арбитр еще и усмотрел нарушение правил в борьбе с Толеренко-Суткиным. Штрафной и, видимо... Штрафной и Юрия. Юрия. iin.